Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это новое прохождение Sidmer's Civilization VI Gathering Storm на последнем уровне сложности, на божестве. В конце прошлого прохождения за Китай я просил вас писать ваши пожелания и мне кажется я придумал как бы... Ну во всяком случае мне интересно было бы пройти божество, то есть страдать, максимально поставить неприятные условия для старта. Ну во-первых опять карту огромную ставим на 20 цивилизаций, мне там пишут некоторые типа поставь меньше, но попробуй победить военные победы, либо религиозные. Мне просто не интересно, во-первых когда много цивилизаций у тебя вот есть ощущение что ты реально на планете земля такой, да? То есть я там много... Ой, а что это у меня так... А, это я опять, блин, я забыл что у меня тут включены всякие моды. Опять же давайте я моды отключаю. Я на божестве играю всегда без модов. Единственное вот это я новый мод на искусственный интеллект какой-то поставил, вот его единственную я оставлю включенным. То есть вот тут написано, что он не дает бонусы дополнительные, никакие там бонусы дополнительные компьютеру. Именно позволяет компьютеру действовать умнее, двигать юнит и прочее. Посмотрим как это работает. Так, таймер отключаем. Хотфиксы, ну я не буду, хотя может оставить хотфиксы, ладно, но влияет на... Значит я оставляю мод на искусственный интеллект, это мод, который лучше делает торговые... Вид торговых путей, чтобы удобнее было, понятнее куда тебе отправлять торговые пути. Это разноцветные исторические моменты, мне больше нравится. Хотфикс это всякие баги убирает, вот, фикс баги ванилы геймплей. Ну а Quick Start и Real Great People, Quick Start это просто отключены у меня начальные заставки, а Real Great People это будут иконки великих людей, настоящие, то есть их визуально, их реальные портреты будут написаны. Вот так что отключаю эти моды, возвращаюсь к созданию игры. Так вот, во-первых, по голосованию, вот из тех карт, которые я еще не показывал вам, по-моему на третьем или четвертом месте был расщепленный фрактал, так что буду играть на нем. Ставлю карту огромную и, соответственно, тут будет 20 цивилизаций плюс. Вот, 20 цивилизаций. За кого я буду играть? Мне кажется, что самая слабая цивилизация из представленных в игре это Грузия. И самое интересное, что она была и на третьем месте по голосованию. После Японии и Китая почему-то много людей хотели, чтобы я играл именно за Грузию. Почему мне кажется, что она самая слабая? Потому что ее бонусы очень странные. Плюс 100% веры в течение первых 10 ходов после объявления войны за протекторат. То есть, вы, во-первых, сначала должны засоюзить какой-то город-государство, потом еще открыть в цивиках возможность войны за протекторат, и потом еще объявлять, то есть, и должен этот город-государство кто-то захватить, и тогда вы сможете объявить войну за протекторат, и только тогда у вас будет в два раза больше религии. Это столько условий, чтобы вот эта штука сработала, что вообще никогда не работает, по моему мнению, сколько я не видел Грузии в игре. Ну, каждый ваш посол в город-государство с вашей доминирующей религией считается за двух послов, это, конечно, прикольно, но дело в том, что на божестве вы хрен успеете основать религию. И, скорее всего, я буду заниматься тем, что на меня будут нападать, а не строить священные места. Ну, тут вот единственное, что в единении сила способность, это, то есть, вы в золотом и героическом веке все равно можете выбирать устремление, то есть, получать очки эпохи за бонусы. К тому же, плюс 50% производства при строительстве оборонных построек, вот это классно. То есть, стены у нас будут строиться быстро. Ну, и уникальное здание Грузии заменяет стены возрождения и дает туризм. То есть, тут все-таки какие-то бонусы на разные. Хефсуры плюс 7 боевой мощи на сражениях на холмах. Сейчас вот я поставлю карту как раз не на холмы, потому что, ну, чтобы страдать по максимуму. Так, сложность мы ставим божество, древний мир, скорость игры, сетевая. У меня пишут, что, типа, ты лучше сыграй на эпический или на марафон, там намного сложнее. Я абсолютно с вами согласен, там сложнее. Но это прохождение никто смотреть не будет просто, вот и все. Если это, скорее всего, там, не знаю, часов 10 будет, наверное, на сетевой, то на марафоне, ну, дай бог, если за 40 можно будет закончить. Так, ну, стихийные бедствия всегда четверку вы хотите, поэтому ставлю максимальную. Так вот, возраст мира ставим старый, то есть, мало холмов, чтобы было, то есть, мало производства. Ресурсы редкие, то есть, по максимуму, да. Так, ну, тут стандартный, тут ухудшить никак невозможно, тут тоже ничего ухудшить. То есть, мы играем на старом мире с редкими ресурсами. То есть, вообще, очень-очень всего у нас мало будет. Ну, и все, собственно, остальное у нас. Все включено, давайте начнем партию. Ну, я думаю, что вот то, что мы стены быстрее строим, это нам поможет вначале, когда на нас явно со всех сторон будут нападать. Проблема еще вот в отсутствии ресурсов вначале, потому что у компьютера уже есть все юниты. У него там есть и поселенцы, и штук 5 или 6 военных юнитов, а нам это все надо будет строить. И вот то, что я сейчас появлюсь в фиговом месте, это, конечно, будут страдания. Итак, нажимаем кнопочку заветную. Ну, я бы не сказал, что совсем уже плохо. Правда, ни одного ресурса роскоши рядом нету. Ну, какое-то еда и производство есть прямо. Жить можно. Черепа. Ну, я, наверное, не пойду никуда, я тут и поставлю город. Смысл. И я, наверное, сразу начну с воинов, а не с разведчиков, потому что иначе мы тут просто не выжимем. Я, правда, не знаю, тут такие проходы, может быть, и не будет особо много. Так, конечно, их животному слову надо лошадей видеть. Но так как у нас месторасположение не баланс, а просто стандартное, то лошадей может и не быть рядом. Давайте сюда посмотрим. Тут катерика, походу, похожая, может и нет. Нет, показалось. Так, тут пока растем. Грудинские хоры уже запели на фоне. Так, что обрабатываем? Оленей, ну, пускай. А, не, вот есть ресурс роскоши, черепашки. Ну, нормально. Ладно. Как ни странно, не такой уж и плохой прям старт. Так, руинки, конечно, собираем. Блин, может мне все-таки в следующем скаута построить? Три хода, рост. Надо до трех жителей все-таки вылить. Давайте, наверное, разведчика. Не выглядит так, что ко мне могут серьезно прийти что-то сделать. Строителям. Давайте глянем, что в руинке. Давай что-нибудь хорошее. Население, отлично. И Канди встретил. Правда, уже не первым. Уже там кто-то шарится рядом с Канди. Так. Ну, это очень хорошо. Очень хорошо. Так, именно так мы все обрабатываем. Нам еще черепашки и науку дают дополнительно. Какие-то горы есть, река. Ну, что? Лошадей, конечно же, нету. Даже просто... Да. Даже на видимой части нету. Не то, что рядом со мной. Расщепленный фрактал это такая карта, что никогда не понятно. То есть, на обычной карте я бы подумал, что здесь конец. Все, тут типа полуостров. Но расщепленный фрактал нам говорит, что везде может быть продолжение карты. Так. Ну, давайте, наверное, сразу и поселенца в следующем. Хорошая руинка. Мне понравилось. Так. Надо где-то будет тут на побережье ставить. И тут где-то на реке. Я вот думаю, просто куда мне этого... Наверное, вот этим поселенцам я, скорее всего, сюда побегу. Поэтому давайте глянем, что сверху дуболомом. Что я хочу следующее изучать? Что я вообще хочу обрабатывать? Ну, три. Ну, мне, похоже, надо пшеницу, олени и черепах обработать. Да, наверное, надо мореходство открыть. Для пшеницы у нас все открыто для обработки. Для оленей тоже. Это озеро. Вообще, черное море пишет. Тут нам надо будет Гагры поставить и Питсунду. Хотя, наверное, если кто-то из Абхазов смотрит мое... Мое это прохождение, я не сказал, что Гагры и Питсунду это Абхазия. Это не Грузия. Это вообще отдельная страна. Ну, в Циве нету Абхазии, извините. Просто простите. Так, ну пока против варваров, наверное, не имеет смысла ставить. Их нету. И попробуем хоть какой-нибудь пантеончик урвать. Ни одного ресурса на веру нету у нас. Нет, все-таки тут полуостров. Тоже хорошо. Сейчас сверху никого не будет. Уже немножко попроще. Блин, сколько черепах вокруг. Черепаховый суп. Будем харчо из черепах готовить. Нам бы еще винища найти. Будет вообще типичная грузинская и чай. Будет у нас тут чай и вино где-нибудь поблизости. Так, мореходство открыли. Давайте гончарочку, потом горное дело. Гончарочку это для амбара, я вот подумываю. Ну, пожалуй, начну с оленей и пшеницы. Все-таки обработку. Тут какой-то один город куда-то надо будет всунуть. Надо еще только решить, куда. Вверх пойду. Да, слушайте, что-то я до сих пор никого не встретил. На девятый ход. Там снизу варвары. Где же соседи? Обрабатываем. Оленят. Сейчас я по идее должен... Ферму у меня будет 4 жилья станет. Хм. Ну, пока у меня 4 хода еще есть подумать, куда везти поселенца. Ну, в принципе, старт не настолько плохой, как я думал. Ух ты, блин, как они... Больно у меня разведчика-то лупанули. Отойду пока. Это я орошение ускоряю. Так, ну что, 4 жилья... Да, у тебя 5 жилья стало. 3-3. Итак, сделаем 2-4. Если так... О, 2-3. Отлично. Ну, правда, науку убрал, но... О, блин. Прикол. Ну, займемся этим лагерем. Это очень хорошо, что он там встал. Так. О, а вот и первая цивилизация. Китайцы. Ну, они так расположены, что им мешает Канди ко мне расселяться. Это хорошо. Это хорошо. Ну, мне кажется, надо куда-то вот сюда везти город. То есть, китайцы где-то тут поставят. Давайте вообще уже думать. Блин, ну мне надо вот сюда похоже. Почему он больше никуда не влезет? К сожалению. И тут один город только влазит. То есть, ну... Сюда уже китайцы будут вставить. Так, хорошо. На реке тогда, где мы будем вставить? Ладно, пока подумаю. Ну, сюда. Я, наверное, вот это поселиться точно сюда поведу. Мастерство обработано. Другой континент мы еще не открыли, да? Ну, наверное, пойдем вокруг Канди. Вот так обойдем. Здесь. Так, а тут попробуем этот лагерь захватить. О! Континент другой. Смотрите, тут горы. Прямо зашибись. Давайте покажем народную торговлю. И поплыли черепашек обрабатывать. А тут прокачиваем еще одного дуболома. Слушайте, ну, прям у меня какое-то хорошее расположение здесь получается. О, еще и Китай со мной дружить прямо в самом начале игры. Сейчас я к нему тоже делегацию отправлю. Я должен захватить этот лагерь, по идее. Отлично. Очень хорошо, я бы даже сказал. Канди там подсобило. Это озеро. Так, им я на делегацию в Китай. Это значит, что у нас сейчас с ним будут неплохие отношения в начале. Тут какие-то горы, понимаете, которые тоже ко мне не дают. Но, с другой стороны, мне не так много места, куда города ставить. Так, тут апаемся. обрабатываем черепашек. Так, 3. Все на рост пока. Пошли ставить город. Ну, наверное, сразу следующий город тут. Поселенцы мне вроде как не особо. Давайте я постою, полечусь лучше. А, в связи с поселенцем. Вой, юниты не особо пока нужны. Расположение у меня хорошее. Да, давайте поселенцы. Поселенцы. Откроем. Я хочу поменять здесь карточку на плюс 5 против. Хотя, может, дождаться взять... Ну, что мы сейчас плюс 5? Я этот лагерь и так захвачу. Ладно, давайте так. Дождемся, когда пантеон можно будет принять. Тогда карточку поменяем. Нормально. Стоунхэнш, 14-й ход. Ну, блин. Божество. Что я могу сказать? Божество. Боже мой. На тебе. А за тот лагерь мне что, не дали очки? Да, дали. Тот 2, а это 3, так как этот в 6-ти клетках от моего города. Что дальше? Ну, орошение... С орошением мне спешить нефиг. Давайте обработку бронзы. Я уже двух варваров убил. Надо еще железо открыть. Так, и лошадей мы так и не видим до сих пор, да? Класс. Вот в сетевой игре это было бы практически проигрыш. Потому что, ну, ты просто не можешь юниты нормальные строить. сосед приходит, видит, что у тебя нету лошадей, идет во всадников и сносит тебя, и ты никак не можешь ему противостоять по-хорошему. Блин, Канди, сваляй отсюда своим. Ух ты. И большой бассейн. Что-то вот компьютеры очень любят. Они к этим храм Артемиды не особо любят, но нереально все равно на божестве строить храм Артемиды. Ну, просто нереально. Просто нет. Может, мне рабочего. Я, наверное, сразу рабочего куплю здесь. Давайте открою все-таки орошение. У нас, видите, тут оливки есть. Этим тут куплю сразу рабочего и пойду. Хотя я и... Блин, что я мастерство? Я поставил мастерство открываться. А, да, я отменил, чтобы открыть пантеон. Так, давайте по одному ходу. И то, и то. 10, 11. Да, и на 12 как раз открою. Вавилон. Не первый встретил. Видите, а тут меня ГГшки охраняют. Ну, хорошие у меня места. Как я не старался плохую карту поставить не получилось. Ставим город. Удалить. Так, тут пока международную торговлю. Я бы еще, наверное, и торговца купил. Я, наверное, международную торговлю открою первым делом. Так, тут покупаем строителя сразу. И я, наверное, монумент построю. что с компьютером. Так, что он тут обрабатывает? 2,2. Лучше на рост пока, чтобы быстрее вырос. вот для лошади. А я тут вообще не могу, да, город поставить? Хм, на геотермалку прямо. Блин, ну мне придется Родаканди захватить? Мне так кажется. Ну, просто как-то не особо место для городов. Обработать ли... Нет, давайте я скот обработаю. Это для ускорения верховой езды. Потому что лошади все равно нет. Потом оливки обработаю. Мне тут, наверное, еще камень попытаться. Ну, или черепах тоже можно для ускорения судостроения или что там? А, навигации по звездам. Судостроение для две галеры. Так, постою, полечусь пока. Тут уже, наверное, можно... А вот это... Вот это уже не так прикольно, да? Правда, защищаться от него норм в принципе, но наличие в соседях Чингисхана означает проблемы. Ну, в прошлой игре на божестве у меня в соседях был Александр Македонский. Тут у нас Чингисхан. Да. Теперь игра становится не такой томной. Сразу как-то не скучаешь. Ну что, давайте хотя против варваров. Так, производство поставлю. Может мне построить галерку кстати в Тбилиси? Давайте. Почему нет? Я все равно уже в нормальный век вышел, так? Поэтому давайте тут... Ну, даже не одно, а две мы построим, конечно. Для ускорения судостроения как раз. Так, тут все на еду стоит правильно. Сейчас еще надо будет... Да блин! свали из оливок, мне надо оливки обработать. А, ну я в принципе могу купить клетку, он тогда и уйдет оттуда. Так, ну давайте посмотрим, что тут у Чингисхана. блин, у него еще и тут город стоит охренеть. Видите, уже тут лояльность на меня действует. Да, короче, у меня проблема с расселением, мягко говоря. Но меня надо сюда везти. да. Да. Так, давайте пока в Раннюю Империю пойдем. А здесь... Пока обработку бронзы. Блин, я боюсь, что я не смогу да ускорять обработку бронзы, потому что так вот вокруг все плотненько. Это значит, что... Да, приветствуем делегацию. Сейчас я отправлю. А что они ко мне как-то пока по-доброму относятся? Видите, 255, 235. О, наводнение. Ну, правда, всего лишь одну клетку улучшило. Это лаве уже расти не может. Сейчас будет 4... 4 жилья, потому что плантация и рыбацкая лодка. То есть уже до 3 можно вырасти. Да! И посел куда-то прется. Так, давайте мы этому поселу наверное будем сейчас мешаться всячески. Он явно сюда наверх куда-то идет. Мне надо тут стоять город и куда-то сюда. Тут, конечно, вообще без воды будет, но надо. Это просто надо. Ну и пятый город сюда встанет. И все, пять городов и значит надо Канди захватывать. Так, я хотел я хотел торговца купить. И что у нас тут обрабатывается? Все правильно обрабатывается. Я бы убрал с еды, но у меня негде производства. тут нету лучших клеток куда убирать. На самом деле стоило бы бананы обработать в плантацию, но рабочих нет. Пока. Так, поехали в Телаве. Ой, блин, я же хотел делегацию, кстати, к Монголу отправить. А он отказывается как ануит. Ну, поплыли другие цивилизации искать. Так, чуть не видно. Пойсел еще-таки в другую сторону пошел. Ага, туда куда-то. Ладно. Ну, и тут город у него стоит, видите? этот город у меня этот дуболомик найдет. Блин, куда же мне тут город-то лучше поставить? Мне что-то вот хочется на берегу на самом деле. Не знаю. почему. Ну, тут еще, кстати, может быть, можно расселяться, поэтому я судостроение и ускоряю. Блин, да вы достали. Отвали. Ах ты, тварь. Ну, не уходит, потому что Ранняя Империя не открыта. Ладно, мне все равно эту клетку надо было выкупить. Там, пять входов. А этот Раннюю Империю открыл. Ладно. Ладно, так, четыре хода. Ну, я обработку бронзы, да, открываю, потому что я не... Ну, тут мне негде варваров еще убивать просто. Они нигде не появятся. А железо надо открыть. И, тем более, копейщиков против коней-то монгольских. Потом в письменность, наверное. Так, что у нас здесь? Давайте я мастерство открою, поставлю карточку на юниты. И следующим ходом отложу сейчас производство и следующим ходом начну копейщиков строить в столице. Кумари-кандам? Кумари-кандам, наверное, правильно. И где этот? Железо вроде есть. А, нет. Блин, да ладно. Лошадь, вот железо и тут лошадь. Да. Короче, со стратегическими ресурсами мне максимально не завезло. Такой, нафиг ты. Ты же человек, ты все равно компьютер победишь, да? Типа, зачем тебе ресурсы? Класс, да? место на плюс 5 кампус. То есть сюда куда-то надо город ставить и эту клетку выкупать. Компу-то не понимает ее ценность. Так, отличненькая. Я могу, кстати, с черепахами поторговать, но не с кем. Пошли, наверное, вверх скаутом откроем судостроение и поплывем туда. Так, значит, я хотел карточку на юниты поставить. Строить или нет, пока не буду. И в Тбилиси давайте хотя бы два копья. Ну, я просто очень коней боюсь этих монгольских. Прикиньте, компьютер не в курсе, что он за Монголию играет и будет каким-нибудь говном нападать потом, против которых мои копейщики не работают. Семь ходов до конца эпохи. Ну, я не выйду в золотой. Тут как бы без уникальных юнитов, без уникального улучшения. Мне надо бы стены ускорить. Блин, давайте думать, куда вот этот, куда этого посела ставить. на реке все равно лучше, да? Может, все-таки на пшенице? Проблема, если я ставлю на пшенице, то у меня вот здесь никуда уже город не влазит, так? А мне надо вот сюда город поставить, чтобы вот тут был кампус. То есть, вот сюда надо ставить город, да? Соответственно, ну, тут будет где-то акведук, и он потом нормально будет развиваться. Чтобы туда влез город, значит ниже надо ставить, надо вот сюда. А смысл сюда, когда вот тут море? Блин, я бы все-таки на побережье поставил. Давайте все-таки на эту пшеницу поставим. Тут и гавань будет хорошая, вот на... И тут еще вон железо. Не знаю, мне почему-то сюда хочется. Или сюда, подождите. Давайте подумаем. кстати, а где мой пантеон? Почему мне пантеон не дают? Накопите 12 очков веры. Так я накопил. Где мой пантеон? Какая-то подстава, да? От компьютера. Блин, не могу решить, куда лучше. тут так вот соседство гавани, и можно будет потом еще производственную тут сделать, но акведук не влазит. Сечу отсюда, вот тут можно акведук, блин, не знаю, конечно, дамба. Знаете, чем тут плохо? Тогда монгол сможет сюда город всунуть. Если я сюда оставлю. А если сюда уже нет? Ладно, давайте на пшеницу все-таки. Блин, харетам коляски строить. Какой-то напряжный. Напряжный монгол. так, ведем копье. Да, тут отличный остров, кстати. Там надо будет тоже город ставить точно. Близзарь, какой тут пантеон у вавилона, ой, пантеон, кампус у вавилона на плюс пять. просто на ровном месте. Опять стихийное бедность. Слушайте, пять. Но мне вот эта река будет, конечно, до постройки дамбы эта река будет тяжелым испытанием для моего города. все, ставим город. И вроде тут, да, ведь осталось только тут поставить, монгол уже сюда не влазит. наконец-то пантеонов. Смотрите, сколько пантеонов осталось. Видите, чтобы осталось только пять пантеонов? Зашибись. Ну вот культура от плантаций хотя бы. Эта фигня полная. Дополнительная вера фигня. Ну, как бы, кстати, на самом деле может быть и меня нормально, потому что явно я буду с кем-то воевать здесь. Но надо для меня столько веры. При свидетельстве районов в городах без. Ну, стоишь, первый район будет плюс 25%, да? Вера от геотермальных полей вулканической почвы. У меня этого нету ничего. Был бы как Вавилон был, конечно, круто, но наверное, плантацию надо брать такое универсальное, тем более у меня уже есть одна да, давайте плантацию. Хотя бог войны, конечно, было бы интересно. А, священного места, нет, да, священных мест у меня даже нету. И уже, блин, уже 6 религий основано. Охренеть, 26-й ход, уже 6 религий? Ну, значит, араба в игре нету наверх. Хотя араб мог и так религиоз сновать без этого последнего там чего-нибудь. Да, шустрая игра идет на божестве это. Хороший тут остров, мне даже нравится. хочется туда отправить. Ну, что, амбар или строителей? Наверное, амбар все-таки подрастем. Так, ресурсов не появилось ни у кого там из соседей. 5 ходов деньги. Я бы, наверное, хотя, стоит ли мне так быстро в судостроение? Мне еще тут города ставить, тут, мне, наверное, так, ну, то есть, мне нужно судостроение, чтобы поселенцам сюда переплыть. Ну, каким-нибудь юнитам. поэтому, наверное, пока нет. Давайте пока обработку железа. Хотя, подождите, я железо... А, вот железо у меня будет, если что. Так, тут строителя начинаем. То есть, мне надо, если пойдет на меня монгол, мне надо будет в мечников апаться быстрее. Надо бы быстро открыть. так, что мы теперь поставим. на поселенцев, конечно, и юнитов оставить. Наверное, оставлю. Наверное, надо прачников во втором городе поделать. да, давайте, наверное, тут вместо амбара все-таки прачников. Так, здесь поселенцы пошли. Наверное, верну дуболома. Надо армию вместе держать, потому что лучше, конечно, бегать скаутом искать. Ну, что, что берем? Давайте думать. Может, Виктора уже так, чтобы не рисковать? Кто этой игре с Виктора начал? Вот, зачем мне сейчас Магнус? Я все равно не открою. Я все равно не открою, хотя, может быть, военную традицию для начала. не открою вторую прокачку у Магнуса до... Да, давайте Виктора. Это сейфово. Я все равно не открою вторую прокачку у Магнуса, чтобы жители в городе не убирались. Брать пингалу тоже бессмысленно, потому что у меня нету больших городов, чтобы он давал прирост приличный. Ну, куда-нибудь сюда город, да? Красиво встанет. То есть, я считал, сейчас город сюда веду, потом куда-то сюда еще буду ставить. Тоже надо решить, куда, кстати. все производство мало, кстати. Поставил я плохую карту, да? И я чувствую, что производство... Но она все равно не выглядит, знаете, как вот старый мир. Не знаю, как карты генерируются. Какой-то такой старый мир не особо старый. не, ну, блин, это все равно старый мир. Это вот такая генерация в шестой циви-карты странная. Честно говоря. Так, давайте я, наверное, нет, поставлю все-таки внутри города. А что мне тут смотреть? Ну, он придет, так придет. Так, конечно, стоило бы контролировать проходы, чтобы ему сложнее. Надо, наверное, сюда дуболома поставить и два копья вот здесь. и все, и монгол просто не в состоянии будет на меня нападать вменяемо. Еще место, кстати, расселяться. Они ко мне лезут пищем. Чисто на производство. видите, ничего не меняется даже. Ставлю чисто на производство, тут просто нету производства, куда переключать. баломом сюда встану на всякий случай. Блин, тут, конечно, вот шикарные места, но из-за того, как поставили города ГГшки, то есть, тут только если китаец сможет. С другой стороны, если я Канди захвачу, то можно будет тут высадиться. Китаец уже на меня улыбается. Давайте мы дружбу с ним объявим. Хочет ли Чингисхан делегацию? Все еще не хочет. Он кого-то встретил, но не китайца. А китаец еще двоих встретил. Ну, с китайцем вполне будет возможно дружить, потому что мы так немножко отделены. А вот с монголом вряд ли. С монголом. Ну, делайте ставки, как вы думаете, нападет на меня монгол или нет? Уже 319 силы. Уже 319 силы. Китай, слава богу, напасть на меня не может. Ну, потому что дружбу мы заключили. В принципе, если я реально вот тут сейчас перекрою вот эти три клетки, то ему просто некуда будет некуда нападать. Кстати, галеры, оказывается, я очень в тему построил. Хорошо, он ко мне еще караваны не пускает. У монгола способность плюс 3 к силе за каждый торговый путь к тебе. То есть в сетевой игре люди сразу монголам объявляют войну, только их встретив. Дайте, говорит, что у меня маленькая кавалерия. Он не любит цивилизации, в которых маленькая кавалерия. Чувак, у меня лошадей нету. Блин, какая кавалерия? Да, если кто-то скажет, что можно тяжелую колесницу настроить, ну, она слабовата против кавалерии монголов. Да, и, к сожалению, я в нормальный век. Ну, тут без шансов, мне кажется, как я могу выйти в какой-либо другой век с такой цивилизацией сейчас. Ух ты, буря там. Виктор здесь. Нормально, нормально. Чингисхан Оракул построил, ничоси. Ничоси. Так, обработку железа пока отложим. Давайте каменную вкладку начнем открывать. Блин, мне бы на самом деле рабочего здесь хоть что-то еще на производство. То есть, здесь шахту поставить, тут плантация, ну, плантация, правда, производство не даст, но даст культуру и выкупить эту клетку. Сколько вообще рабочая стоит? 115. А построить рабочего три хода. Давайте, наверное, рабочего и потом поселенца продолжим. Ну, тут уже конец желтое море. Ну, тут есть куда селиться монголу-то? Не, вот хорошо, я куда-то если тут поставил, он бы сюда привел город. Вот, стопудово. Он бы тут поставил, эти бы города на меня влияли. Я-то не могу сюда город поставить. Нормально, нормально. Ну, и с выходом в нормальную эпоху, я думаю, я закончу эту серию. Продолжение завтра, а спонсоры канала все серии уже видят сразу во вкладке сообщества. Пишите в комментариях ваши впечатления, всегда их читаю. всем спасибо и пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.